И всем привет, друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус, и в нашем сегодняшнем видеоролике я хотел бы обсудить вместе с вами несколько интересных теорий и размышлений касательно сюжета и персонажей такого проекта, как удивительный цифровой цирк. В прошлом разборе, посвященном анализу пилота данного мультсериала, мы с вами поговорили о важных сюжетных деталях, выдвинул парочку предположений. Как я уже успел заметить, вам данный проект очень даже понравился, поэтому я решил еще немного покопаться в нем, рассказав вам свои размышления, а также мысли, оставленные подписчиками в комментариях. Если вы еще не ознакомились с моим разбором данного пилота, обязательно посмотрите его, ссылка на видео будет в описании, а также в подсказке сверху справа. Переходите, ознакомливайтесь, а после возвращайтесь сюда, потому что в данном ролике я хочу поделиться с вами мыслями касательно двух самых популярных персонажей удивительного цифрового цирка. Сегодня речь пойдет про Помни и Джекса, двух основных, но самых важных персонажей данной истории. Обязательно поддержите меня своими лайками и не забудьте подписаться на канал. Поехали! Итак, в сегодняшнем обсуждении мы с вами поговорим про Помни и Джекса и про то, что было упущено в моем прошлом разборе. Только благодаря вам я смог узнать больше деталей и больше интересной информации касательно того, что же нам показали в пилоте удивительного цифрового цирка. А поверьте мне, в данном мультсериале очень много отсылок и намеков. Огромное спасибо всем, кто вставлял комментарий. Без вашей помощи это видео могло и не выйти. В любом случае, давайте же приступим к нашему теоретизированию, но заранее попрошу вас поставить на данное видео лайк. Особенно, если вы хотите увидеть еще больше роликов по удивительному цифровому цирку. Итак, в своем прошлом разборе я выдвигал небольшую догадку о том, что Джекса на самом деле что-то скрывает. Связано это с тем, что у него достаточно нехарактерное и отличительное поведение по сравнению со всеми остальными обитателями цифрового цирка. Я сказал, что безразличие Джекса к происходящему может быть связано с тем, что он знает о чем-то, чего не знают другие. А что если на самом деле все это лишь его образ? Что если он всего лишь притворяется ля вида? Вы спросите, а зачем ему это делать? Чтобы не сойти с ума и в итоге не рассеяться? Теория такова, что Джекс ведет себя подобным образом, потому что он один из тех, кто прекрасно понимает всю безвыходность происходящего. Чтобы это правильно продемонстрировать, давайте вспомним пару важных моментов. Джекс ведет себя максимально эгоцентрично, игнорируя то, что кто-либо из персонажей может находиться в смертельной опасности. Он не помог Зубу, когда ее хотелось есть королева Глоингов, и убежал от помни и рогаты, когда на них хотел напасть рассеянный Кауфма. Это я еще умалчиваю про его некоторые поступки, которые вызывают у зрителя только одну лишь мысль. Ля ты крыса здоровая, конечно, да. А все потому, что в крысу хаваешься, вот тебе разблюбенило. Но зачем он это делает? Неужели ему настолько пофиг на остальных? Возможно. Однако, если учитывать его осведомленность о закономерностях данного мира, то мы можем получить следующий вывод. На самом деле, Джекс не помогает другим не потому, что он такой по характеру, а потому, что он прекрасно понимает, что это бессмысленно. На все происходящее никто не может повлиять, потому что этот мир — это просто виртуальный цирк, в котором божество олицетворяется в лице Кейна. Весь основной беспорядок творится именно из-за него, ну то есть Кейна. И только Джекс смог это понять. Именно поэтому он и ведет себя таким образом. Все поведение Джекса держится на том, чтобы сохранить рассудок и не сойти с ума. Ведь в ином случае он просто рассеется, что в этом мире равносильно смерти. Что вы думаете по поводу этого? Ваши мысли, а также догадки касательно удивительного цифрового цирка можете оставлять в комментариях под данным видео. Я обязательно их прочитаю. Также есть вероятность того, что Джекс на самом деле был одним из сотрудников, а если быть точнее, то программистом компании CNA. Да, это та самая компания, логотип которой мы видели, когда помни бежала по офисным коридорам, пытаясь выбраться из этого мира. Вы спросите, с чего вдруг появилась мысль о том, что Джекс мог являться программистом, работавшим на корпорацию CNA? В первую очередь не стоит забывать главного. Цифровой цирк это виртуальный мир, созданный данной компанией. Джекс, как никто другой, прекрасно знает о работе цифровых технологий и о том, по какой механике все работает. Также есть один любопытный момент, который лишь больше подтверждает данную теорию. Помните сцену, когда помни рогатый Джекс пришли навестить Кауфма? Так вот, изначально дверь была заперта, но как эта ситуация была решена? Правильно, оказалось, что у Джекса есть ключи от всех дверей, хотя по факту у него их не должно быть. Отсюда и вопрос, откуда они у него взялись? Именно на этом моменте и подключается наша теория. Если Джекс действительно является программистом компании CNA, то это полностью объясняет его поведение и его знания об этом мире. Звучит правдоподобно, не думайте? Если все действительно так, то Джекс несомненно гений, который будет играть очень важную роль в дальнейшем сюжете и истории удивительного цифрового цирка. Однако не стоит забывать и про главную героиню по имени Помни, с которой связано очень много намеков, оставленных создателями в пилоте данного мультсериала. В прошлом разборе мы лишь косвенно обсудили ее сюжетную важность, но благодаря новой информации и фактам, ее роль обретет куда более значимый приоритет. Давайте начнем с малого. В первую очередь стоит вспомнить момент, когда Кейн выбирал имя для Помни. Делал он это с помощью специального автомата, который при первом запуске выдал следующее значение – xddcc. Казалось бы, просто рандомная чушь, не имеющая никакого смысла, но на самом деле это очень важная сюжетная информация. Если прогнать этот текст через двиг Цезаря, то в одной из вариаций мы можем получить следующее сообщение. Большинство из вас увидят здесь слово «ауф», что имеет достаточно много различных переводов, одним из которых является фраза «выход». Что это значит? Что Помни, скорее всего, является тем самым символичным выходом, благодаря которому все обитатели цифрового цирка смогут выбраться. На это намекает еще несколько моментов. Вспоминая концовку, где все персонажи сидят за столом, можно сравнить эту сцену с художественной картиной Леонардо да Винчи «Тайная вечерня». На ней была изображена последняя трапеза Иисуса со своими учениками. В центре картины был изображен Христос, а в конце цифрового цирка в центре стола сидит Помни. И это, кстати, не единственная сцена, где главную героиню отсылают на Иисуса. Также была сцена, где нам показали распятую Помни. Что же все это значит? Отсылаясь на Библию, можно выдвинуть следующее предположение. Символичное сравнение Помни с Иисусом лишь закрепляет мысль о том, что главная героиня будет спасительницей для всех обитателей цирка. Она попала в этот мир не просто так. Помни не просто очередной персонаж в этой истории, а на герой, за которым мы будем следить на протяжении всего сюжета, наблюдая ее рост и преобразование в надежду для остальных. Именно Помни спасет всех тех, кто застрял в цифровом цирке, найдя истинный выход. Что вы думаете по поводу данной теории? Жду вашего мнения в комментариях и надеюсь, что вам все эти рассуждения очень понравились. Хочу поблагодарить таких зрителей, как Sentinel, Ашура Чан, Алиса Крючкова и Кевин Морбикус. Именно они предоставили мне информацию, которая впоследствии стала почвой для всех сегодняшних теорий. Если у вас тоже есть свои догадки и мысли касательно проекта «Удивительный цифровой цирк», можете поделиться ими в комментариях, либо же написать в любой социальной сети. Также хочу выразить благодарность своим подписчикам Бусти, в особенности Анкно, Свитчери, Мышу и Артему Сливке. Если вы тоже хотите поддержать меня и получать новости о роликах за несколько дней до их релиза, ссылку на Бусти я оставлю в описании. Там же вы найдете информацию про мои соцсети, про группу ВКонтакте, про телеграм-канал и про все плейлисты с разборами и теориями по не менее интересным проектам. Ну а на этом все, у микрофона был Максимус, всем хорошего настроения и прекрасного вечера. Всем бай-бай, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok